Привет, друзья мои! Давно мы с вами не стебались над америкосами, не разбирали их задачки. Они там, должно быть, заскучали по нашим видео. Итак, вот эта задачка из экзамена 1992 года, если я не ошибаюсь, и тогда, в тот год, больше 70% студентов эту задачу не решило. Если быть точным, то решило её всего лишь 29%. Это при том, что у них были варианты ответа. Ну, хотите, я вам даже дам эти варианты. 6,5 – это первый вариант. Второй вариант – это 11. Третий вариант – это 27,5. Четвёртый вариант – это 29. Пятый вариант – это 34,16. У них были 5 вариантов ответа. Им можно было пользоваться калькулятором. И они всё равно облажались. Ну, давайте мы с вами не облажаемся и увидим, что задача на самом деле элементарная, без всякого калькулятора и без вариантов ответа. Вспоминаем с вами правила. Первым действием делаются действия в скобочках. 8 минус 5 – это 3. Так, поэтому давайте мы вот тут вместо 8 минус 5 напишем с вами 3. Вторым действием у нас выполняется возведение в степень. Смотрите, у нас тут есть 3 в третьей степени. 3 в третьей степени – это 3 на 3 и на 3. 3 на 3 – это 9, ещё на 3 – 27. Значит, 3 в третьей степени – это 27. Дальше. Выполняются действия умножения и деления. И только в конце сложения и вычитания. Значит, вот на этот плюс мы пока внимания не обращаем, да? Его делаем в конце. Сейчас у нас есть с вами умножения и деления. И если у нас есть с вами действия с одинаковым приоритетом, мы выполняем их слева направо. Значит, сначала мы должны с вами 4 умножить на 3. 4 умножаем на 3 и получаем 12. 12 делим на 6 и получаем, ну, в общем, я даже не знаю, как тут уже написать. 27 плюс 12 разделить на 6 – это 2. 27 плюс 2 – это 29. Задача уровня, скажем так, ну, если объяснить детям, что такое возведение в степень, то это задача уровня второго-третьего класса. Правильный ответ здесь, естественно, D – 29. И так, как я уже сказал, ответило всего лишь 29% студентов. Самым популярным ответом был ответ А – 6,5. Так ответило 40% учащихся. Второй по популярности был все-таки правильный ответ. Дальше 15% ответили Е. 10% ответили вариант Б. У 5% получилось 27,5. Ну, а 2% вообще не дали никакой ответ на эту задачу. Ну, давайте попытаемся с вами понять, как рассуждали эти американцы, которые дали неправильные ответы. Ну, давайте вот вариант А. 3 в кубе плюс 4, помноженное на 8, минус 5, делить на 6 равно 6,5. Как они это получили? Ну, по-моему, они сделали первое действие вот это, второе действие развели в степень, потом сделали третье действие, четвертое, и что-то вдруг как-то умножение у них получилось в последнем. Ну, то есть, они как будто бы поставили вот тут еще одни скобочки. Не знаю, зачем они это выдумали. Как получился ответ 11? Тут все просто. Тут просто люди забыли, что такое 3 в третьей степени, и вместо этого, вместо того, чтобы 3 умножить на 3 умножить на 3, они просто умножили 3 на 3. Ну, и дальше все действия по порядку, как и надо. Тогда получится 11. Вариант 27 с флойной получается тупо из-за невнимательности. Люди просто, видимо, пропускали четверочку, которая стояла вот тут вот перед скобочкой. То есть, у них выражение выглядело вот так. Вот тут вот четверки вот этой вот не было. В их представлении получалось 27 с половиной. Ну, как получилось 29, мы уже с вами разобрались. Как получается 34 из 16. Тут тоже ошибка по невнимательности. Все сделано правильно. Но вот тот момент, когда мы получаем разность 8-5, 3, да, видимо, то ли забывали написать знак умножения, то ли он был для них невидимый какой-то. Это, в общем, они дальше решали, как будто это единое число 43, а не 4 умножить на 3. Ну, и в этом случае получается 34, 16 сотых и что-то там дальше. Ну, а 2% вообще не смогли решить задачу. То есть, похоже, даже с калькулятором это для них был полный ступор и коллапс. Кстати, что интересно, когда я проводил опрос у себя на канале вот с этим же примером, то правильно ответило 90, там, чуть ли не 9%. А кто-то, наверное, просто ошибся кнопкой. Я думаю, что все 100% решили бы задачу правильно. Надеюсь, что образование в России не сгниет до такой степени, что мы не сможем решить такой простой пример. Поддерживайте мой канал и видео лайками, пишите в комментариях, какой ответ получился у вас и как долго вы думали. Ну, и на этом у меня все. Пока, как обычно. До новых интересных задач.